МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С фонариками во тьме. На площадке перед стадионом и спортшколы нет освещения. В Альметьевске решают проблему уличного освещения. Когда и где появится свет? Для бодрости и хорошего настроения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Массовые зарядки перед рабочим днем, пешие марафоны, как отмечали День здоровья. В эфире новости Юго-Востока. Здравствуйте. В студии Елена Золотарева. Партнер сегодняшнего выпуска магазин инструментов Амалия Инструмент. 20 жалоб на проблемы с освещением в городе поступило от альметьевцев в марте. На портале Народный контроль жители обращают внимание городских властей на темные участки. 15 обращений поступило в диспетчерскую светсервиса. К концу прошлого года в городе насчитывалось 5 территорий, нуждавшихся в освещении. Одна из таких – участок улицы Пушкина. Что изменилось с начала года, расскажем в сюжете. Мы поставили вот таких три опоры на улице Пушкина. Соответственно, конштейн, светильник, провели СИП-кабель. Работу по демонтажу старых и неработающих фонарей работники предприятия «Светсервис» начали в конце марта. Вместо пришедших в негодность поставили новые светильники. Здесь тоже молодежный центр рядом, очень многолюдное место. Пока временно мы приняли решение на существующие торшеры, опоры, устанавливая три опоры, осветить. Ну, мы его осветили, уже практически освещение здесь есть. Выбрали этот вариант в целях экономии. Стоимость полноценной конструкции, фундамент, опора, светильник вместе с работой по установке и проводами может доходить до 100 тысяч рублей за штуку. На площадке перед стадионом и спортшколы нет освещения. Все занятия проходят в вечернее время. Очень небезопасно. Народные контролеры не оставляют проблемы с освещением в городе без внимания. В «Светсервис» за прошлый месяц поступило 20 жалоб от горожан. 5 через портал «Народный контроль», 15 напрямую в диспетчерскую. Многие столбы не гаят. Чаще всего обращения касаются замены лампочек. И их замена – дело нескольких минут. Другое дело, когда свет нужно проводить с нуля. Сейчас улицы Альметиска освещают больше 14 тысяч фонарей. А четыре территории на конец прошлого года оставались в темноте. Чтобы исправить упущение, нужно было поставить до 500 новых опор. И муниципалитет оценил эту работу в 50 миллионов рублей. Из четырех точек мы осветили уже частично три зоны. Это улица Пушкина осветили. От улицы Нефтяников до Макаренко. Да, мы его уже с Макаренко практически соединили. Но буквально через месяц, примерно в течение месяца мы его завершим. В планах на этот и начало следующего года частичное освещение в трех районах города сделать полным. Пока, как рабочий, вырасматривается экономный вариант. Устанавливают светильники на уже существующие опоры. Пока такая тактика, по словам руководства светсервиса, помогла сэкономить 15 миллионов рублей. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. Сегодня в Альметьевске с рабочим визитом побывал министр науки и высшего образования России Валерий Фольков. Он посетил кампус высшей школы нефти. В первую очередь министр осмотрел многоквартирный жилой дом для сотрудников кампуса и детский сад. Далее Валерию Фолькову провели экскурсию по спортивному комплексу, а также показали лабораторный исследовательский корпус, где министр науки и образования ознакомился с блоками микробиологических исследований, молекулярной и химической лабораторией, рабочими зонами и каворкингом. Также Валерию Фолькову показали проект самодвижущегося аэрокресла, тестовую модель которого планируют создать уже летом. Он выразил заинтересованность разработками высшей школы нефти и заметил, что выйти на национальную повестку образовательному комплексу помогут три ключевых элемента. Искусственный интеллект, привлечение активной молодежи и мероприятия национального масштаба. Вот такие вот интересные проекты в регионах двигаются, молодцы. На этой неделе аграрии Альметьевского района приступили к весенним полевым работам. Яровыми культурами планируется засеять более 40 тысяч гектаров. В их числе пшеница, ячмень, горох и технические культуры. Ввиду с активной работы по подготовке удобрений хозяйствами района. По удобрениям Альметьевский район накопил для под урожай 2023 года уже более 42 килограмм действующего вещества. По прогнозу, по плану накопления мы ожидаем 58 килограмм на один гектар. Сев в этом году стартовал раньше, обычного на две недели, в связи с чем агрария ожидает повышенный урожай. Ранний посев, он более имеет потенциал урожайности. Почему? Потому что влага, та зимняя, осенняя влага, накопившаяся в почве, она еще имеется, не уходит. К весеннему севу приступили и заинские аграрии. Этому способствовала теплая погода. По доброй традиции старт посевной дан с благословения духовенства. Елена Маврина расскажет подробнее. Механизатор Андрей Доронин на своем Кировце уже шестой сезон. Техника надежная, тем более трактор готовил к посевной сам. Настрой вроде как боевой. Первый день, весело. Как говорится, вовремя успеть влагу, как говорится, закрыть и во влажную землю семена положить. Это самое главное. Как семена положим, так урожай соберем. С благословения имама Мухтаси Базанского района Фатиха Хазрата Нурулина первый трактор вышел в поле агрофирмы «Восток». На площади 57 гектаров этот день здесь сеяли горчицу. В прошлом году на этом поле рос ячмень, в этом году сеют сидираты. В нашем районе уже, как известно, четырехпольный основной севооборот – это сахарная свекла. После сахарной свеклы ячмень. После ячменя мы уже, как в сегодняшнем поле, сидиральный пар сеем. А после сидирального пара у нас озимая культура, это озимая пшеница основная. Потом обратно уходит у нас сахарная свекла. Сегодня на полях работают более 100 агрегатов на закрытии влаги. Шесть агрегатов приступили к севу ранних яровых культур, ячменя и сидиратов. «Температурный режим до 20 уже показывает. Мы и так фактически с 16 марта приступили к подкормке многолетних трав и озимую культуру. Мы их почти уже завершили. Масштабный час с пятницы начали барнование зяби. Сегодня масштабно в трех агрофирмах уже весенний сев». Глава района пожелал аграриям успешного сева. Елена Маврина, Денис Ипатов, Новости Юго-Востока. От одной важной весенней темы к другой. На субботник всем двором отправились жители 27 и 29 домов на улице Джалия в Альметьевске. Им на помощь, вооружившись инвентарем, пришли работники управляющей компании и представители ТОС. За короткое время двор стал не только чище, но и зеленее. Подробности в сюжете. «Тут тюльпанчик, пионы вот тут растут. Там он лук растет красивый». А еще ирис, сирень, розы. Цветник под окном Надежды Юртовой появился не по дуновению волшебной палочки, а благодаря упорному труду. Она живет в 27 доме по улице Джалия с 1979 года. И уже 44 года с наступлением теплой погоды разбивает полисадник. В этом ей помогает соседка. Правда, на старания пенсионерок иногда покушаются недобросовестные прохожие. «У нее украли лопаты, взяли и сломали там. Женщина украла». Против хулиганов и нечистоплотных горожан соседки используют грозное оружие – красоту и чистоту. Порядок в своем дворе поддерживают и другие жители. В 2022-м их труд принес им первое место в конкурсе «Экодвор». Каждую весну жильцы 27 и 29 домов по улице Джалия проводят собственные субботники. И этот год не стал исключением. «Ну, конечно, сами видите, по возрасту, конечно, пожилые молодежь, конечно, тоже стараются. Но на работе они, конечно, тоже выходят вечером». Вооружившись лопатами, граблями, метлами, перчатками и мусорными пакетами, жители на протяжении пары часов очищали двор от обнажившегося после зимы мусора и сухой листвы. На помощь пришли представители ТОС номер 8А и работники управляющей компании «ЖУ-3». «Я живу в этом городе, он мне нравится. И приятно, когда ты выходишь на улицу, погулять с детками, на площадках чисто». Совместными усилиями активисты не только привели двор в порядок, но и озеленили его. На своей территории они высадили порядка 30 кустарников. Саженцы росли в другом месте, но попали под новое строительство. «В целях сохранения зеленых насаждений мы их не выбрасываем, а пересаживаем на внутриквартальной территории, потому что уход за ними будет уже более качественный, то есть и жители будут смотреть, и управляющие компании». Санитарный экологический двухмесячник стартовал в Татарстане 1 апреля, а общерайонный субботник в Альметьевске пройдет 15 апреля. Но не обязательно ждать особого случая, чтобы сделать окружающий мир лучше. Помочь своему городу с точищем может каждый из нас. Достаточно взять в руки мусорные мешки, инвентарь и отправиться на уборку. Татьяна Шамбер, Динар Менгазов, Новости Юго-Востока. И еще о заботе и доброте. Подопечных центра «Ветеран» навестили специалисты учреждения безопасности дорожного движения «Автоинспекторы». Усиленная работа с социально уязвимыми слоями населения проводится в рамках НАЦ-проекта «Безопасные и качественные дороги». Отдыхающие прошли викторину на знание основ дорожной безопасности, повторили ПДД и получили фликеры, чтобы стать заметными на дороге. Пьяные водители, дорожные ловушки, необустроенность инфраструктуры. Эти опасности поджидают пешеходов и других участников движения на дорогах каждый день. Чтобы они не попадали в ДТП и уж тем более не становились нарушителями, нужна профилактика. В круге с красным ободком – это запрещающий знак. Это в данном случае не для водителя, а для пешехода. Специалисты учреждения безопасности дорожного движения «Автоинспекторы» собрались в Центре реабилитации «Ветеран», чтобы напомнить отдыхающим о самых простых правилах безопасности. И здесь они частые гости. Мы бываем регулярно и к Дню пожилых людей, и к Дню Победы. Мы приходим и с концертом, и с беседами, и с профилактическими какими-то интерактивными играми и так далее. Вот в данный момент очередная наша встреча. В этот раз очень большой заезд отдыхающих, более ста человек. Кабин Датарстана на одном из совещаний поручил специалистам по дорожной безопасности и Министерству труда заняться профилактикой среди социально незащищенных групп. Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья по статистике в ДТП попадают крайне редко. Но вместе с тем они и самые уязвимые. В основном с фотки ГИБДД попадает активная часть населения. С наездом на пешеходов 8 ДТП произошло, в которых 1 человек погиб, и 8 получили ранения. Что касается всей республики, то в Татарстане за два последних месяца произошло 424 аварии с 39 погибшими и 559 ранеными. Вот кто из Москвы приезжает, вот зять говорит, у вас, говорят, обезьяны зарублены. Вы знаете, ну, во-первых, это, конечно, менталитет наш. У подопечных центра «Ветеран» свое видение ситуации на дорогах. Его можно свести к недостатку культуры у всех участников движения. Амина Боязитова 25 лет, как на пенсии. Инвалид третьей группы. В прошлом педагог с 35-летним стажем. Сейчас она живет в Абдрахманове. Страшно у нас в деревне. У нас, если перечислите вы, вот кто живет по центру Абдрахманова, там в каждом доме почти кто-то погиб. Именно в ДТП? В ДТП. Амина Саматовна уточняет, что причина опасения абдрахмановцев – нетрезвые водители. И вид опьянения роли не играет. И добавляет, такого автомобилиста видно издалека. Чем необходимо руководствоваться, если значение знаков и разметки противоречат друг другу? Подопечные центра «Ветеран» отвечали на вопросы в своей игре, послушали лекцию по правилам дорожной безопасности и закрепили в памяти основные правила. Затем собравшимся раздали фликеры, чтобы они были заметнее в темноте. Теперь на дорогах Альметьевска стало на 100 пешеходов заметнее. А после эксперты по дорожной безопасности навестили воспитанников Альметьевского детского дома и отделения соцзащиты. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. Больше новостей вы найдете на нашем сайте. Пишите нам в соцсетях и напрямую в мессенджере WhatsApp. А в Telegram свои новости вы можете присылать в удобный чат-бот. Найти ссылку можно на нашем канале в мессенджере в закрепленном сообщении. Это еще не все. Вот о чем расскажем в второй части выпуска. Экзамен для аграриев. Приемка сельхозтехники прошла в Бавлах. Сегодня пятница. Это значит, что вышел свежий номер газеты «Знамя труда». Главная тема выпуска – уборка города от оттаившего мусора. С теми, кто приводит свой двор в порядок, не дожидаясь общерайонного субботника, познакомят Тимур Туманов. О чем говорили на антикоррупционной комиссии, рассказала Арина Сафина. А Татьяна Шамбер подготовила материал о готовности хозяйства района к посевной. Обзор народного контроля, инструкция по подаче заявлений на прием в первый класс, новости – все это также можно найти в новом выпуске. А в свежем номере «Эльметтоннары» читатели узнают, как встречали весну в Камы-Смогилово. Резида из Могилова подготовила материал об экологическом двухмесячнике. Она рассказала, что уже сделано, а какие работы еще предстоит провести. Она же проинформировала, в каких населенных пунктах в ближайшее время появятся фуапы. Также на страницах газеты интервью с многодетной мамой Анастасией Галимовой, которой удостоилась медали «Материнская слава». Литературная страница, вопросы на религиозные ответы – все это также есть в свежем выпуске. И снова о подготовке к посевной. Ежегодная проверка готовности сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам прошла в Бавлинском районе. Это обязательная мера, без которой в поле не выйти. Специальная комиссия осмотрела технику в хозяйствах. В одном из них побывала наша съемочная группа. В хозяйстве «Колышк» весенней посевной полностью готовы. Отремонтирована техника, завезены удобрения, с семенами и топливом также обеспечены. Всего хозяйство планирует засеять более 4000 гектаров площадей. В настоящее время идет баранование – подкормка многолетних растений. «Настрой у людей есть. Хотя надо признать, конечно, количество механизаторов желает быть лучшего. Но, тем не менее, я думаю, со всеми своими силами, имеющимися техникой, мы со всеми вот этими задачами справимся». Каждое хозяйство сегодня сдает ежегодный экзамен. Осмотр проходит вся техника, которая будет выходить на поле. С механизаторами и водителями заранее были проведены инструктажи по охране труда и технике безопасности. «Обращаем внимание на готовность тракторов, сельхозмашин, борон, катков, посевных комплексов. Также на соблюдение техники безопасности, есть ли графики прохождения техобслуживания». В районе есть все условия, чтобы провести посевную в оптимальные агротехнические сроки. Готовность техники составляет почти 100%. «Весенние полевые работы начались примерно 7-10 дней назад. Сегодня работы продолжаются. Идет бронование многолетних культур, посевных площадей. Примерно через неделю стартует посев. Семенной материал готов». «Этой весной на поля района выйдут 165 тракторов, 69 сейлок, 20 посевных комплексов. Всего посевные площади займут 49 тысяч гектаров». Айгур Хусейнова, Айгуля Диатулина, Балат Минязев. Новости Юго-Востока. «Автоматические, полуавтоматические, механические. Почти все виды тонометров бесплатно диагностируют в рамках всероссийской акции «Будь уверен, будь здоров». Она приурочена ко Всемирному дню здоровья и проходит каждый год. В 2023-м к ней впервые присоединился Альметьевск. Как проверяют на точность приборы для измерения артериального давления, знает Татьяна Шамбер. С помощью специального устройства электромеханик Николай Урманаев и его коллеги помогали альметьевцам узнать, насколько точны их тонометры. На проверку отправился и прибор из нашей редакции. Процедура заняла не больше двух минут. Погрешность от заданных параметров оказалась незначительной. Нижнее давление, значит, отклонение всего лишь на один, на один миллиметр. Лежнее давление, отклонение на шесть миллиметров. То есть, при допуске 15, значит, у вас аппарат все чуть не идеально даже. Специалист также обращает внимание на манжету. Она должна хорошо застегиваться. Придерживать слабый замок рукой нельзя во избежание ложного значения. В родном Нижнекамске Николай Урманаев занимается ремонтом тонометров. По его словам, прибор часто обманывает именно из-за ошибок пользователей. Измерения на бегу, движения руками во время процедуры, засученных рукавов, препятствующих кровообращению, неправильного накладывания манжеты. Надели манжету на руку, вышел от этого сгиба. То есть, противозгиб по программе, предполагается 2-3 сантиметра, вышел от этого сгиба. Проверить можно. То есть, вот так он не должен мешать. Тонометры играют важную роль в предупреждении сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому их исправность – немаловажный фактор. Ко Всемирному дню здоровья бесплатную проверку приборов ежегодно организует Росстандарт. В Татарстане акция «Будь уверен, будь здоров» раньше проходила лишь в Казани. В этом году она расширила географию. Кроме Нижнекамска, Набережных Челнов и Чистополя, ее впервые провели и в Альметьевске. Цель акции, она в первую очередь – это обратить внимание общественности на единство измерений в повседневной бытовой нашей с вами жизни. К акции присоединились в основном пенсионеры. Из 122 участников более 80 – альметьевцы от 60 лет и старше. Но была и молодежь. Ильнур Тазиев тонометрами пока не пользуется, нет нужды. Но принес на проверку сразу два прибора – мамин и папин. Когда прибор точно показывает, ты знаешь свое здоровье, конкретно, что, как у тебя. Это очень важно. Своих родителей Ильнур может успокоить. Их аппараты точны. По результатам акции годными оказались 107 тонометров. Теперь на них красуется подтверждающая эта наклейка. Владельцам 15 обманывающих приборов разъяснили, где и как это можно исправить. Татьяна Шамбер, Динар Менгазов, Новости Юго-Востока. Будь здоров, пожелали альметьевцам сотрудники молодежного центра. На площадку вышло 15 человек и за полчаса перед работой они выполнили два десятка упражнений. Помогали им фитнес-инструкторы. Так собравшиеся отметили Всемирный день здоровья. Утро доброе? Доброе. Даже утренние апрельские плюс-два не отбили желание у собравшихся приобщиться к здоровому образу жизни. Всемирный день здоровья у 15 сотрудников молодежного центра начался с утренней зарядки. Док. Наклон. Другую сторону. Через сторону выберутся. Спина прямая, живот потянут, улыбнулись. Упражнения на все тело. От верхнего плечевого пояса до нижних конечностей. Махи, приседания. Инструкторы подобрали для своих подопечных разнообразный комплекс. Всего около 20 движений. Таисия Солдатова на недостаток двигательной активности не жалуется. Она заведующая хозяйственной частью молодежного центра. Ей 55 в молодости играла в волейбол. И Таисия уверена, зарядка полезна в любом возрасте. Вообще отлично. Если бы это делали вообще каждый день, у нас бы вообще проблем не было ни со спиной, ни с коленями. А недостаток физической активности один из главных врагов современного общества. Особенно офисных сотрудников. Очень здорово. Мне понравилось. Главное, чтобы другим понравилось. А как с зарядкой закончили, можно возвращаться к работе. Без конца. Время! Тимур Туманов, новости Юго-Востока. Заинские пенсионеры приняли участие в республиканской акции «10 тысяч шагов к жизни». Местом проведения выбрали парк отдыха имени Рената Фордиева. К акции присоединилась и Елена Маврина. Для меня это обычная прогулка. И для большинства она именно такая. Председатель Заинского совета ветеранов Алексей Алексеев вышел на старт вместе со всеми. У активиста сегодня появилась возможность посвятить шаги не общественной деятельности, а заботе о здоровье. Тем более, что в компании веселые девчонки клуба пенсионеров «Пульс» и «Надежда», а еще он старый друг. Даже у моего коллеги, ветерана, тоже стоит четчик, и он знает. Он говорит, что жена сказала, пока 12 тысяч шагов не пройдешь, домой не приходи. Вот он и занимается, наворачивает круги. Акцию «10 тысяч шагов к жизни» организовала для пенсионеров Заинского управления по спорту. У нас пенсионеры в Заинском районе очень активные. Они в основном сами планируют мероприятия, подходят к нам с этими идеями. Мы, конечно, их воплощаем в реальность. Особых условий участникам акции не ставили. Кто-то шел быстро. А кто-то стремился победить. Мы самые первые. Но в любом случае все шли к одной цели – стать здоровыми и крепкими. Обычный человек в день делает примерно 8 тысяч шагов. Откроем маленький секрет для гурманов. Для того, чтобы не полнеть, делать нужно 10 тысяч шагов, и вечером можно кушать все, что угодно. Елена Маврина, Денис Ипатов, Новости Юго-Востока. Партнер сегодняшнего выпуска – магазин инструментов «Амалия Инструмент». «Амалия Инструмент» – это команда профессионалов с 18-летним опытом торговли на рынке. Более 20 тысяч позиций гаражного и автосервисного оборудования в наличии. «Амалия Инструмент» объявляет грандиозные скидки до конца апреля на все инструменты и оборудование для шиномонтажа. Большой ассортимент и гарантии качества от ведущих производителей. Ждем вас по адресу Альметьевск, улица Базовая, 7А, ДРУТ-1. Ваши комментарии помогут сделать нашу работу лучше. Пишите нам в соцсетях, в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Сообщайте о проблемах, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. А если подпишетесь на наш Telegram-канал, сможете получать последние новости прямо на свой смартфон, где бы вы ни находились. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»